Авиакатастрофа на Синае Почему мы все время берем иностранные самолеты в лизинг? Почему тот же Китай под полным контролем государства производит свой первый пассажирский самолет, а мы на свой суперджет посмотрели и забыли? Об этом и многом другом своим экспертным мнением с накануне ТВ поделился заслуженный пилот СССР, бывший заместитель министра гражданской авиации СССР Алексей Горяшко. Ответственность за обеспечение безопасности полетов гражданской авиации страны. К сожалению, организационная структура нынешнего нашего гражданского воздушного флота как таковой ответственности в положениях многих структур не записана. Поэтому я бы считал необходимым существенно заняться организационной структурой управления гражданской авиацией России с целью конкретизации ответственности за организацию и обеспечение безопасности полетов. Все очень важны, чтобы наша гражданская авиация была одной из передовых, но, к сожалению, это одни пожелания. Безответственность всей цепочки от министра до исполнителя обходится трагически дорого. Такие же безответственные и недальновидные политики в 90-х решили отказаться от госфинансирования российской авиапромышленности. Это привело к тому, что основу парка стали составлять далеко не новые иностранные самолеты. Эксперт уверен, необходимо, чтобы отечественные самолеты стали основой нашего авиапарка. Для этого нужны кадры, которые, к сожалению, мы растеряли. Для этого нужны умные головы и умные конструкторы, которые у нас есть и могут это делать. Но это нужно, опять же, организация и соответствующие затраты. В советское время государство безвозмездно выдавало самолет с последующими амортизационными отчислениями, и это было выгодно. Эксперт уверен, для того, чтобы основа парка стала отечественной, сейчас тоже необходимо участие государства. Обязательно, коль мы находимся в рыночных отношениях, коль мы пытаемся находиться и, может быть, где-то не достигла определенных успехов конкуренции друг с другом и вместе с другими странами в этой области, здесь должны определяться направления, которые бы контролировались государством, вплоть до государственного заказа и возможности реализации его, и рыночные отношения, которые бы могли создать условия для заказа у государства современной авиационной техники, за что нужно платить. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».